Здравствуйте! Вы смотрите Жесть. Как всегда, о самых резонансных криминальных новостях по будням буду рассказывать вам я, Анастасия Лаврова. В смерти за 2000 рублей и перфоратор в омске разборки двух друзей переросли в уголовное дело. На проверке показаний на месте Алексей рассказал, что вместе с гостями распивал спиртные напитки. Вечером Алексей вспомнил о деньгах, которые он занял Михаилу. Как выяснили следователи, на претензию Алексея Михаил ответил отказом, за что Алексей начал избивать друга. Нанес ему множественные удары ногами по лицу и телу. После избиения Михаил еще сидел за столом, продолжал выпивать. Друзья забыли о ссоре. Утром Алексей обнаружил, что его товарищ мертв. Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного в части 4 ст. 111 УК РФ. Санкция за данное преступление УК РФ предусмотрена в виде лишения свободы на срок более 10 лет. Алексей пытался скрыться. Его задержали и арестовали. Его малолетний ребенок передан органам опеки. Расследование уголовного дела продолжается. Сегодня в Омском областном суде вынесли приговор Владимиру Кеда. В ноябре прошлого года он убил свою жену, так как она показалась ему ведьмой. Действовал мужчина с особой жестокостью. После 185 ударов ножом у супруги шансов выжить не было. Юля Воробьева узнала, насколько отправили в колонию истребителя ведьм. На скамье подсудимых Владимир Кеда. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Кеда не сдерживает слез. Пять месяцев назад он зарезал свою жену, так как она показалась ему ведьмой. Эксперты постановили, действовал Кеда в состоянии наркотического опьянения. За несколько часов до трагедии Кеда употребил спайс. У него начались галлюцинации. Кеда схватил кухонный нож, стал защищаться. Кровавая резня произошла на глазах у малолетнего ребенка. На теле погибшей эксперты насчитают не менее 185 ножевых ранений. Сегодня в своем последнем слове Кеда раскаялся в содеянном. Сказал, что во всем виноваты наркотики. Если у меня это наркотики, ненавижу это наркотики, ненавижу себя, узнаю, смотрю, жить с этим дальше. До конца жизни вылаживаю отращение любого ребенка. Я сам себя уже не прощу, не прощу, не прощу, не прощу, не прощу, не прощу. Два года назад. Курил марихуану. Опробовать спать предложил знакомый. В погоне за новыми ощущениями Кеда потерял семью и свободу. За убийство с особой жестокостью гособвинение просило назначить подсудимому наказание в виде 16 лет колонии строгого режима. Стороной обвинения в судебных премиях предложено признать Кеда виновным в совершении убийства с особой жестокостью потерпевшей и назначить ему наказание за данное преступление в виде 16 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год. Кроме того, стороной обвинения предложено освободить от уголовной ответственности Кеда за совершение преступления, предусмотренной частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку в судебном заседании было установлено, что в его действиях имело место добровольная выдача данного наркотического средства. Суд приговорил Кеда к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить родственникам погибшей моральный вред 1 миллион рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Прибавка к пенсии фальшивыми деньгами. Омские полицейские разыскивают серийного мошенника, который обманывает пенсионеров. По версии следствия, этот мужчина представляется социальным работником. Под предлогом дотации к пенсии в размере 500 рублей разменивает поддельную пятитысячную купюру. Доверчивые пожилые амичи с радостью дают сдачу. При этом никто не просит афериста предъявить рабочее удостоверение. В полиции напоминают о том, как не стать жертвой мошенников. Чтобы в свои жилые помещения не впускали незнакомых. В случае, если неизвестные будут представляться представителями одной из служб, спрашивали у них удостоверение личности. После этого звонили в эти организации и проверяли достоверность информации. Приметы предполагаемого мошенника славянского типа внешности на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, глаза темные, брови широкие, темно-русый волос, средней длины, нижняя челюсть явно выражена. Если вы располагаете информацию об этом человеке, звоните в полицию по телефону 79-25-54 или 02. Сегодня после отпуска судья Центрального районного суда Омска Алексей Полищук продолжил рассматривать уголовное дело в отношении Юрия Гамбурга. Отстраненного отдела зампреда правительства Омской области по-прежнему обвиняют в восьми преступлениях против государственной власти. Семь из них тяжкие. По версии следствия, из-за продажи муниципальной земли госбюджету был причинен ущерб на сумму 412 миллионов рублей. Ущерб по-прежнему не возмещен. Заседание традиционно начали правозащитники Гамбурга. Все трое говорили о незаконном аресте чиновника, приравняв меру пресечения к пыткам и унижениям. В чем виновен? У нас уже заседание идет второй месяц. У нас на скамье подсудимых сидит человек, который не понимает, в чем его обвиняют. Вот о чем речь. Мы, я опять же не боюсь этого слова, называем пребывание Гамбурга под стражей пыткой, унижением, причиняющим ему, семье, нравственные, физические страдания. И забывать об этом нельзя. Я не понимаю, почему мои распоряжения, которые я подписал, и соглашения являются незаконными. Я хотел бы знать, потому что они основаны на праве и на законе. И я никакими своими действиями, подписав ни распоряжение, соглашение, нигде не нарушил и не превысил своих должностных полномочий. Судья Полищук в очередной раз не удовлетворил ходатайство адвокатов о замене меры пресечения Гамбургу. Чиновник в клетке выслушал показания потерпевшего. Вячеслав Куленец – бывший директор компании «Омскремчас». Куленец планировал купить здание в центре Омска, однако дом продали без конкурса. По версии следствия, незаконная сделка прошла за подписью Гамбурга. Будучи директором Департамента имущественных отношений Омска, он передал в частную собственность предпринимательнице строения на Красном пути стоимостью 7 миллионов рублей за 1 миллион рублей. Также сегодня судья рассказал о видеообращении беглого сообщника Гамбурга, бывшего министра имущественных отношений Омской области Вадима Меренкова. Запись сейчас в суде. Заседание по делу продолжится завтра. К другим темам. 7 тысяч разовых доз не дошли до наркозависимых. В Омской области сотрудники ОФСКН задержали троих мужчин. Все наркоторговцы занимались мелкорозничной продажей синтетики. Подробности далее. Имеются ли при вас предметы, вещества запрещенные в гражданском обороте? Имеются. Что? Имеются. Имеются. Что? Какие вещества? Соль. По версии наркоконтроля, этот мужчина пытался перевезти синтетики на автобусе из Омска в Павлодар. Курьер сам пребывал в состоянии наркотического опьянения. Пакеты дилер завернул в одежду. В мешках распасованное вещество ПВП весом более 115 граммов. А этого мужчину задержали в Омске при передаче товара клиенту. Позже при обыске в квартире у наркоторговца найдут еще несколько свертков с белым порошком, так называемой пудрой. Масса 115 граммов. На допросе мужчина расскажет, товар заказывал через интернет, фасовал на дозы и делал закладки. Выроченные деньги тратил на личные нужды и на покупку новой партии синтетики. В настоящее время следственная служба управления в первых двух случаях возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к сбыту наркотических средств. А в последнем же за контрабанду и хранение наркотиков в крупном размере. Сейчас тренер-рекладельцам грозит суровое наказание. Они арестованы и дожидаются суда в следственном изоляторе. Продавцам смерти грозит от трех до десяти лет колонии. Известно, что ранее задержанные были судимы, в том числе и за незаконный оборот наркотиков. Всего с начала этого года оперативники изъяли более 42 килограммов синтетики. На сегодня это все криминальные новости. Увидимся завтра. Будьте осторожны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова